ребята всем привет ну что будем слушать вот такой вариант и у нас сегодня помимо того что мы немножко послушаем мы еще немножко поэкспериментируем значит во первых в плане самого видео что мы послушаем послушаем мою но не совсем правильно но грубо говоря такую детскую мечту но не детскую на самом деле вот такой аппарат это yamaha dsp ax1 это флагман dsp усилители yamaha флагман 2001 года весит этот товарищ 28 килограмм такой серьезный увесистый пацанчик золотистого цвета но не знаю насколько у вас тут золотисто будет выглядеть ну вот сейчас подсветочку включил может теперь видно так он выглядит такой серьезный здоровый мощный аппарат значит по выходной мощности он получается два но в режиме стерео собственно они ребята не только в режиме стерео а это как раз тот случай когда все достаточно честно так вот если у других ресиверов пишут например выходная мощность там например 5 по 100 ватт а на самом деле это как бы каждый канал в отдельности способен воспроизводить 100 ватт и в стерео режиме способен выдать 2 по 100 ватт но на все 5 каналов реальности будет там где-то ватт по 70 по 80 допустим одновременно то в случае с этой yamaha тут как раз таки все очень честно то есть одновременно все пять каналов на 8 омах дают по 110 ватт плюс два тыловых канала дают по 35 ватт в это же самое время но способны дать вот почему скажем так это в каком-то смысле моя мечта когда-то было потому что когда-то лет ну не там может года четыре назад у меня был yamaha dsp a2 это более младшая модель на ступеньку и был yamaha rx v 2095 вот и были действительно такие серьезные монстры которые по выходным параметрам всего лишь там 100 ватт на канал и 80 ватт на канал но по факту играли мощнее чем топовый onkyo tx nr 905 весом 23 килограмма с его параметрами на тех же данных 2 по 140 ватт так вот yamaha rx v 2095 на 12 на час громкости уделывала этот onkyo как как щелчком пальца в плане громкости не буду говорить про сравнение качества вот ну то бишь 2 по 100 ватт у yamaha там были совсем не те что 2 по 140 ватт у onkyo при том что параметры были одни и тех же минимальная мощность rms замерена на диппозоне с 20 герц до 20 килогерц искажение менее 1 процента вот вот после того я давно хотел такой себе подобный аппарат и вот я его взял и вот сейчас мы его послушаем тут конечно есть важный такой нюанс который на самом деле ребята имеет по-настоящему иметь место быть так сказать этот аппарат он фактически не прогретый то есть я его сейчас слушал буквально минут 15 но по-хорошему перед записью видео его надо погонять ну скажем так где-то недельку вот потому что нужно такой грубо так говоря конкретно остывший вот то звук что он дает сейчас и тот звук что он даст скажем допустим через неделю все-таки через неделю звук будет еще повеселее конечно я не аудиофил поэтому источники у меня будут обычные вот и помещение у меня здесь соответствующие потому что ребята вот часто вижу там какие-то комментарии ой да тебе надо цап нормальный ой да тебе надо там провода нормальный ой да тебе надо еще что-то там нормально ребята начинать надо с помещения вот то есть если вы хотите быть крутым аудиофилом имеет такое место быть и вполне имеет право на жизнь но ребята начинать надо с помещения вы можете поставить очень крутую аудиотехнику к себе в комнату которая совершенно для этого не предназначена и на выходе на выходе все равно получите фиговый звук вот поэтому начинайте с помещения а потом уже продолжайте провода цапы усилители супер качественные сиди проигрыватели или там файлы флаг или еще что-либо вот но это тем вообще для отдельного разговора теперь дам такой маленький совет ребята не раз читал про проблема вот этого ресивера yamaha dsp ax1 что мой якобы один канал не работает и вот представляете столкнулся с тем же самым уже запаниковал как так дорогущий аппарат ну не то что прям дорогущий но все-таки как бы не дешевый аппарат вот и хопаньки у меня один канал не работает вот полазил по всем настройкам настроил все параметры все все проблемы не решалась а потом выяснилось чем проблема вот тем кто не знает про эту проблему я вам сейчас про него кратенько скажу дело в том что вот здесь сзади вот тут чтобы звук был нормальный должны стоять перемычки тут должны быть перемычки если перемычек нет вот тогда и будет тот самый эффект когда у вас один из каналов может барахлить поставили перемычки и все заработал четко и ровненько вот значит это что касается это yamaha послушаем сами услышим слушать мы будем такие колонки уже несколько раз снимал как дали до капу это колонки 1988 года у них ребята метровый высокочастотник такой огромный это все один высокочастотник вот внутри находится насколько помню 8 дюймовый mid bass и плюс какой-то как вот но специальная решетка которая как бы условно говоря как как добавляет еще звука вот но элементом это не завершит скорее как пассивный элемент ну как эти колонки выглядят вот так вот они это алюминий такой толстенький плотненький алюминий сзади вот такие ножки с логотипом дали и клеммы здесь сзади тоже вот обшита тканью все это дело то есть даже вот разобрать и влезть посмотреть как там внутри это все устроено это ребята не просто то есть можно запороть эти колонки на учитывая что колонки не дешевые то совсем этим заниматься не хочется значит эти колонки ребята стоили в далеком 1988 году они стоят 4000 долларов вот ну сколько бы это было бы аля пересчете на наши деньги можете посчитать сами значит по тем временам у них скажем такие достаточно революционные решения диапазон воспроизводимых частот с 45 герц до 20 килогерц сопротивление 4 ома ребята вес одной колонки 30 килограмм и все бы ничего не настолько гигантский вес но их ужасно неудобно тащить во первых они вот эти огромные во вторых их толком не взять боишься ткань как-то содрать вот эту вот эти острые края которые бесят если их вот какая-то грязь вот эти острые края блины и снизу также когда ты берешь в руки врезается плюс самый низ на металлических шипах то есть таскать их ребята но еще то удовольствие особенно допустим транспортировать так вот по сопротивлению 4 ома рекомендуемая мощность усилителя от 20 до 200 ватт на канал вот и от себя но нет спират производителя производитель рекомендует их использовать только самыми топовыми моделями усилителей и соответствующим должен быть источник но у нас источник усилитель у нас собственно топовый это флагман этих дсп усилителей ямаха но все остальное у нас обычно то есть мы будем слушать с дешевого дивидишника диски и послушаем mp3 с телефона провода у нас тоже обычные от каких-то старых древних колонок но на самом деле ребята хорошие медные провода хоть и тонкие но хорошие медные провода именно с медью из хорошей изоляции то есть берешь ее на ощупь и сразу чувствуешь серьезно как бы ну качественная изоляция не современная вот это полу пластмасса дешевая вот и в какой-то момент мы сделаем легкое сравнение мы подключим вот такие вот аудиофильские провода или как полаудиофильские провода вот то есть это не дешевые провода почему смотрите даже не знаешь что это за состав так чем какой-то такой вот у вас из стоп я свет попробую брать может так лучше быть картинка почему расплывается я хочу видеть у фокус покажи ребята вижу что у меня здесь на экране расплывается конкретно не хочет мне показывать сечение да а ну вот теперь вы видите вот такие провода есть еще такие провода на комичи вот сюда к этому силку они не подойдут мы их не будем включать а вот эти провода мы попробуем сравнить с обычной медиаха что еще по поводу этих колонок еще то что эти колонки все таки ребята желательно слушать конечно же не 18 квадратов я сказал что оптимальное помещение для них где-то ну помещение где-то приблизительно квадратов 40 один момент у меня просто была лампочка перегоревший поменял он даже помпо светлее стала вот так уже забыл на чем мы там остановились в общем эти эти колонки требуют все-таки приличного помещения где-нибудь квадратов 40 50 желательно вот и тогда не растеряется раскрывается в полной мере одной из их из их как бы больших плюс плюсов как пишет производитель является то что эти колонки способны теряться в пространстве то есть как бы когда вы слушаете с них музыку то вы не слышите на слух например что это играет левая колонка это играет правая а именно звук расходится как по всему пространству и сцена образуется как бы прямо перед вами вот значит послушаем мы послушаем мы mp3 с телефона еще мы послушаем некоторые диски в разные тут диски просто интересно как будут играть вот но ребята сразу забегая вперед скажу еще такой важный момент что все-таки ребята эти колонки это не для того чтобы слушать на них например электронную музыку или там какой-нибудь металл жесткий такой то есть хардкор какой-то то все-таки это колонки немножко специализированного стиля больше под такой под более спокойный звук ориентированный на вокал на высокие на инструменты на гитару на какой-нибудь там не знаю кларнет пианино и вот всякое такое ну вот ладно ребята чем по балагую и давайте переходим к прослушке сейчас я чего-нибудь включу секундочку ну Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диски Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 вот эти так сказать аудиофильские полаудиофильские или реально аудиофильские но какие-то недешевые в общем провода вот ребята они действительно играют круче то есть я вот только включил и вы знаете я сразу почувствовал перепад то есть разница в звуке получилась такая очень серьезная и немножко скажем я ожидал разницу но я ожидал меньшую разницу а я услышал очень серьезную разницу вот это что называется ребята повод задуматься вот но опять же надо учитывать ребята что усилитель у нас стоит топовый причем никто не то что топовый а самая топ модель флагман вот той линейки дсп поэтому на нем разница на более дорогих проводах она действительно как бы заметно вот если бы у нас стоял бы дешевый какой-нибудь там ну будто я маха или пионер но ниши ниши линейки то я думаю что разница была бы все-таки не настолько существенной вот по басу я вам не скажу была разница или нет но по высоким она сразу серьезно ощущалась разница все ребята ну а дальше все как всегда пишите свое мнение комментарии под видео вот пишите ваше соображение по этому поводу вот можете что-то рассказать про свой опыт из жизни проводов вот тоже интересно послушать ну и собственно говоря все все ребята так что комментарии лайк и подписка все всем пока пока